Вот. Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Богу! Сегодня я делаю включение такое с утренней молитвы здесь, в нашей Киевской архиепископии, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Архиепископом, который ваш покорный слугой является. Слава Богу! И сегодня хочу прочесть из Нового Завета. из Евангелия от Иоанна. Я даже обозначил как раз заставкой для трансляции этот текст из Священного Писания. Текст из Библии. И этот текст, он, я думаю, очень даже такой, не то, что думаю, вообще уверен, что это наиважнейший текст, один из самых важных текстов Нового Завета и вообще всей Библии, по сути. Евангелие от Иоанна, читаю 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». А еще вот тоже из Иоанна тоже, только дальше там, 15 глава тоже выделил себе, «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудь в любви моей». И опять-таки тоже он говорит здесь о любви друг от друга, верующих. Слава Богу. Да, друзья? «Заповедь-то вроде как не новая, да, о любви. Хорошо забытые старые, как говорят. Потому что вся Библия как раз есть призыв любви. Все это Божье Слово, это и есть призыв божественной любви, друзья. Спасибо тебе, Господь. И мы читаем Библию, и в Петхозаветные времена пророки пророчествовали и говорили о любви к Богу и о любви к окружающим. Спасибо тебе, Господь. Но здесь заповедь новая в том, что сам Иисус сказал, «Как я возлюбил вас». То есть Он оставил пример, Он явил эту любовь, Он продемонстрировал эту любовь. Не только научил, не только сказал нам о любви, не только пророчествовал о любви, не только, знаете ли, учил любви, но явил любовь. Самим своим делом. Телом своим. Самим своим действительно поступком. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за это утро доброе. Спасибо тебе, Господь. Потому что милость Твоя обновилась к нам, Божия, и обновляется каждое утро. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за величайшую, Господь, Твою заповедь, Твой закон святой, закон любви. Спасибо тебе, Господь, что Ты возлюбил нас, возлюбил этот мир и отдал свою жизнь за нас. Спасибо тебе, Господь. Благословен Ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, давший нам любовь свою, явивший нам свою любовь. И знаете, друзья, братья и сестры, сегодня совершим хлебопроломление, причастие Евхаристию. И это есть как раз воспоминание любви. И величайшее проявление любви. Это есть доказательство божественной любви. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир. Потому что Бог доказал, однажды и навсегда, доказал к нам свою любовь святую. Доказал нам свою любовь, пролив свою кровушку, отдав свою жизнь за нас. И доколе Он не вернется, доколе Он не придет, мы совершаем это таинство, таинственность эту, таинство любви. Евхаристия, хлебопроломление, причастие, тело и крови Иисуса Христа, это таинство любви. Таинство всех таинств. Таинство любви Бога. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Возлюбив, Он отдал самого себя. Отдал свою душу за нас, отдал свою жизнь за нас, положил. Спасибо Тебе, Господь. И действительно, и за Голгофу, и за кровь, как вот я очень люблю эту песню, пою часто ее в последнее время. Я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю. Спасибо Тебе, Господь. И еще раз прочту. Евангелие от Иоанна, 13, 34. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Знаете, друзья, я сегодня вот этой ночью тоже на молитве вспомнил такую вещь, свидетельство, о котором хочу поделиться сегодня вот под утро уже. Ну, уже утро, уже 6 утра. Хочу поделиться этим свидетельством. Давно уже не делился. У себя в церкви я это много раз рассказывал, да и в гостях там, когда бывают в церквях разных, разных конфессиях, разных динаминаций. Тоже люблю делиться разными свидетельствами. И вот я помню раньше, часто, ну, может не так часто, но рассказывал это свидетельство. Вот. Как раз для меня это было вот одно из откровений о божественной любви, одно из откровений Божьей любви и о нашей любви друг от друга. О Божьей любви в нас, друг от друга и среди нас. Господи, благостави. Господи, благослови. Господи. В 96-м году, когда я по идейным соображениям согласии со своей совестью, верой, я вышел из традиционного православия, до 96-го года я был священником традиционной православной церкви, канонической, сейчас, слава Богу, являюсь архиеписком, во мне канонической, такой реформаторской, обновленческой церкви православной, евангельского такого движения нашего православного, являюсь вот сейчас служителем. Но тогда был до 96-го года, с 87-го, 88-го годов, как раз вот до, уже больше 30-ти лет несу служения церковное православное. Но первые 10 лет, это было служение, почти 10 лет, это было церковное служение такое православное, традиционное, традиционалистское. Я был священником РПЦ-МП, Русской православной церкви, Московской полиархаты. И в 96-м году я пережил возвращение к Слову Божьему, возвращение к Библии, возвращение к Богу, к живому. И Божье Слово, мне многие спрашивают, братья, даже вот сейчас вот приезжал на этой неделе, на той неделе, но приезжал брат Андрей из Минска, хороший брат, вот, и, знаете, он тоже спрашивал, как вот я дошел до жизни такой, как я, вот, в общем-то, стал реформатором, как вышел из традиционного православия, это же, ну, очень трудно, на самом деле. И первая трудность, это вот здесь, и вот здесь, очень сложно, на самом деле, порвать путы религиозного культизма, религиозного традиционализма, многобожия, блопоклонства, вот, и, знаете, я об этом рассказываю, есть мое свидетельство, мой путь к живому Богу, печатные версии, там, в сети я публикую, на страницах, в социальных сетях, вот, в блоге публикую эти вещи. Кстати, вот, в блоге, сейчас в своем, тоже хочу опубликовать, вот, как раз, вот, мой путь к живому Богу, уже полную, такую, ну, как бы, по главам разделю, для чтения, вот, и, что было там, для скачивания, там, в Word, там, в PDF, ну, не об этом сейчас я, сейчас я работаю над книгой, которую назвал, как раз, вот этими словами, из писания здесь, вот, слова из Библии, сзади меня начертаны слова из Библии, из книги, песни, песней, стих всех стихов, которые есть в песне, песней, которые, в свою очередь, в книге всех книг Библии. Они, ле доди, ве доди, ли, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный, может, мне, вот, слава Богу, спасибо Господи за все, спасибо, что Ты любишь меня, а я люблю Тебя, спасибо, Ты погружаешься в меня, познаешь меня, я погружаюсь в Тебя, познаю Тебя, спасибо Господь за эту взаимность, спасибо за эту любовь, спасибо за великое чудо, потому что в этом мире, друзья, братья, сестры, невзаимная любовь, да, неразделенная любовь, она вот, даже воспевалась, воспевается поэтами, описана писателями, вот, и трагедии миллионов сердец, вот, и любовные такие, знаете ли, вот, вот эти переживания, и каждый больше или меньше разделял подобные страдания, значит, и разделяет, и, как бы, переживает, вот, поэтому каждый человек, взрослый человек, более или менее, но знает, о чем я говорю, соприкасывался с этим, по крайней мере, кто-то очень сильно переживал это, и переживает, может быть, сейчас, а кто-то переживает это в меньшей степени, чуть-чуть, совсем, в малой порции, ну, у всех разная душа очень, и у всех очень разная, как бы, творя нас, Бог всемогущий сотворил нас разными, и мы по-разному вмещаем вот эту душу, будем так говорить, некоторые люди, есть такие люди, я знал таких людей, которые даже не могли вытерпеть этой боли, и заканчивая жизнь самоубийством. Страшно, конечно, вот эта неразделенная любовь, поэтов она толкает к музе, художников творить, музыкантов играть, композиторов сочинять, неразделенная любовь порой, она вот, ну, находит успокоение в творчестве, знаете ли, но есть любовь, которая взаимна, которая разделенная, и есть любовь неразделенная, и вот самая трагичная, неразделенная любовь, самая трагичная, которая закончилась смертью, это любовь нашего Бога, я знаю, о чем говорю, я знаю, что он действительно не мог терпеть больше, он не мог больше терпеть этой боли, неразделенной любви, Боже, спасибо, и он зашел на крест, он пришел в этот мир, он пришел на нашу планету и страдавшуюся землю, отголосок его неразделенной любви, и эта история любви, она действительно закончилась смертью, но она обрела новую жизнь в воскресенье, это история божественной любви Бога, они ледоди ведоди тли, они ледоди ведоди тли, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне, это слова неба, это слова земли, величайшая история любви, да, она закончилась на кресте в крови, в боли, страдании и в смерти, это неразделенная любовь, она привела к смерти, но она воскресла, любовь воскресла, Христос воистину, мы говорим на Пасху, это все вспоминают, по крайней мере, у нас здесь, воистину воскрес, любовь воскресла, ожила, любовь разделенная, конечно, мы отвечаем своей любовью на его любовь, по мере наших сил, по глубине нашей души, по мере нашей души, у каждого своя мера, я помню, как было свидетельство одного служителя в Америке, я уж не помню, даже кто один, по-моему, говорил, не помню, кто-то из служителей говорил интересную историю, как на небесах было видение, я так понимаю, на небесах был один служитель, пастор, и он видел славу Божью, в которой был служитель Божий, и он радовался, но удивился он, несказанно, когда увидел одного бомжа, ну, бывшего бомжа на земле, который, ну, как Лазарь, вот, Иисус тоже о бомже рассказывал, Иисус тоже в своей притче бомжа одного вспомнил по имени Лазарь, и вот тот американец, служитель, он в этом видении, как бы, я так понимаю, или восхищении, каком, я не знаю, духовном, вот, он видел некого бомжа, который был в такой сильной славе, что даже вот этот пастор, служитель Божий, даже удивился, ахнул, как бы, и спросил, как бы, ангелов, или кого там из этих товарищей, кто-то на небесах небожителей, ну, а в чем дело, или Господа самого спросил, не помню уже, что, а почему вот этот человек в такой славе, вящей славе, больше намного, превосходнейшей славе, и ему сказано было примерно так, насколько я вот услышал, насколько я запомнил, насколько я вот, как бы, отозвалось во мне, что тому пастору, служителю, да, Божьему, который был во славе Божьей, ему было дано, ну, так, примерно, допустим, ну, допустим, там, ну, 50 процентов, ну, там, талантов, там, допустим, там эти, вот, допустим, 50 миллионов долларов, допустим, Божьей любви для реализации на этой земле талантов, а тому бомжу по мере его души способности вместить был, ну, один доллар любви божественной, допустим, да, значит, вот, и талантов для реализации на этой земле, которые он способен был реализовать, и пастор, вот, имея, там, к примеру, 50 миллионов вот этой божественной любви, допустим, да, долларов, допустим, или там чего там, единиц измерений каких-то, он, допустим, реализовал только лишь один миллион, допустим, вот, он был во славе, но нереализованным оказалось, там, 50, ну, 49 миллионов, соответственно, долларов нереализованной любви, а тот бродяга-бомж, чья душа не способна была больше вместить одного доллара божественной любви и талантов этих, она реализовалась полностью, и тот, вот этот, Рик, по-моему, рассказывал, я уж не помню это точно даже, и вот тот насчет проповедник говорил, что восхищение в этом, видение в этом, он видел, как он реализовал, этот бомж, нищий, реализовал этот талант свой, ну, ну, веровал, там, понятно, дальше, но оставался бомжом, и была, как-то, заморозок, зима была, вот, и у него был, ну, как бы, одежда теплая, плед какой-то там, одеяло какое-то там такое, и люди замерзали, значит, и он, как бы, значит, где-то там оказался в такой ситуации, что негде было вообще укрыться от холода, и он другому, там, бомжу какому-то отдал свой плед этот, отдал свое это, одеяло теплое, вот, и так получилось, а сам замерз насмерть, вот, уснул, как бы, ну, как вот, обычно замерзает, да, тихо, все, значит, уснул, как бы, и не проснулся, и он на небесах был в такой славе Божьей, вот, и интересная очень история, меня она потрясла, я помню тогда, ну, по крайней мере, мое слышание этой истории меня потрясло, потому что каждый из нас слышит разные истории, даже мы Слово Божье слышим очень по-разному, по мере нашей души, нашего восприятия, нашей способности принять, вот, кто-то слышит Слово Божье на 50 миллионов долларов, а кто-то слышит Слово Божье на один доллар, это один Бог только знает наши души, вот, и у каждого своя душа, у каждого своя мера, вот, своя способность, и это не значит, что кто-то хуже, кто-то лучше, нет, абсолютно нет, по количеству даров и божественной любви, даренной нам, и талантов, нельзя судить о человеке, потому что кто-то реализует и один доллар, будем так говорить, а кто-то и 50 долларов, миллионов, просто закопает, просто и все, и поделит все это, вот, и знаете, друзья, о, спасибо тебе, Господь, спасибо, я все-таки хочу рассказать эту историю, перед причастием я расскажу эту историю, в 90-е, свою историю, в 96-м году, свидетельство, когда я вышел по идейным соображениям из традиционного православия, то мои вчерашние братья, вот, и друзья, коллеги, традиционные православные священники, ну, не все, конечно, ну, непосредственные, близкие мне, объявили, по сути, мне смерть, значит, заказывали меня убийцам, уголовникам, вот, и пытались меня физически устранить тогда, вот, значит, и, и сделали, угрозы были всякие, в общем-то, сделали мою жизнь очень сложной, будем так говорить, очень, невыносимой просто, вообще, и моя жена, по вине вот, вот этого, ну, священнослужителя, оказалась в больнице, между жизнью и смертью балансировала, вот, и, в общем-то, мы потеряли тогда ребенка, которого могли бы иметь, который так не родился, вот, и это была, ну, страшная история, я даже, даже до сих пор, хотя прошли уже годы какие, но есть такие вещи, которые даже спустя многие годы, порой больно вспоминать, знаете, вот, и мне-то до сих пор больно вспоминать, вот, и я помню, как я тогда подрабатывал сторожем в доме молитвенном, кстати, у Песятников, да, слава Богу, потому что никто не давал, ну, не мог найти никакую там подработку, значит, а вот и деньги закончились уже, значит, и, и вот слава Богу, за братьев Песятников, протестанты, да, знаете ли, вот, оказались друзьями, братьями, а своих же православных оказались такими вот извергами, вот, и, значит, и, перед дежурством, а у нас двое маленьких детей еще, двое маленьких детей, за ними надо смотреть, и нужно еще на работу, да, в доме молитвенном охраняться, и, значит, и знаете, что делать, вот, слава Богу, там Песятники, как раз, вот тоже те же самые Песятники, там, и Хризматы, были, баптисты были, помогли там продуктами, какими-то, вещами детскими, когда, но я пришел в больницу, помню, и разговаривал с врачом, там, с Агенуру был врач, там, значит, гинеколог, и, еврей, наш знакомый старый, он, он вышел, ко мне, и говорит, батюшка, извините, говорит, но вы сейчас, вот, действительно, жена, между вашей, вот, супругой, матушкой, между жизнью, смертью, и, даже если она выживет, детей вы не будете иметь, точно, уже больше, потому что, ну, так получилось, при этих, вот, при, вот, выкидыши, и всей этой операции дальнейшей, вот, забегая вперед, скажу, что Бог помиловал нас, и жена выжила, вот, и Бог нам дал, после этого еще, утешил нас, еще дал, четырех детей родить, после этого, чудо Божье, я очень Богу благодарен, признателен, за то, что побеждает жизнь, за то, что, когда мы, мы любим его, жизнь побеждает, спасибо тебе, Господь, спасибо, 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 и, я помню, после того, ну, что я молодой священник, вот, я уже вышел, из традиционного православия, да, вот, дружил с протестантами, ну, что, было неопределенно, у нас впереди, я вышел, а куда дальше, я не знал, я просто знал, что я больше не могу оставаться в такой религиозной, мафиозной структуре, я больше не могу молиться, ни к Богородице, ни к святым, ни к ангелам, мне, мне, мне просто опостылило всякое это многобожие, я понял, что, я осознал это четко, что все, для меня больше все, только один Бог, и один посредник, первосвященник, великий, Иисус Христос, все, я молюсь только так, с тех пор, уже больше 20 лет, только так молюсь, мне, мне тогда опостылило всякое идолопоклонство, почему я вышел-то из традиционного православия, почитание икон, крестов, мощей, мне достало мерзостью, просто-напросто, просто стало мерзостью, я понял, это настолько мерзко в глазах всемогущего Бога, это настолько, знаете ли, противно его святой любви, это настолько, приносит проклятие, разрушение, оккультизм, это страшная вещь, сегодня я по-прежнему ношу, я смиряюсь пред Богом, мне по-человечески проще снять до мной и больше не одевать никогда в жизни, что я и попытался сделать в 96-м году, но через полгода я снова одел рясу и крест по Божьему призыву, и вот до сих пор уже больше 20 лет я несу это служение в любви Божьей, в любви Господней, и, знаете, вот тот случай, о котором я сейчас рассказываю, он очень сильно повлиял на то, что я вот до сих пор в этой рясе, вот и до сих пор вот с крестом, даже с панагией уже на груди, несу служение реформаторское и евангельское православное, тот случай очень сильно повлиял на это, конечно, был Божий призыв, было Божье слово, было пророчество, были многие вещи, но тот случай, именно случай, он стал для меня таким мощнейшим толчком к этому, к тому времени я уже там несколько месяцев уже не одевал рясу и даже думал, что в жизнь больше никогда не одену, мне это стало такой мерзостью, я думал, нет, никогда больше, все, ничего общего с православием не хочу иметь, это настолько мерзко, как я умудрился в эту грязь вляпаться вообще, как я умудрился в 87-88 годах вляпаться в эту грязь, я же жил, ну, с Богом, я жил, читал Слово Божье до того, до 88-го года, я жил Словом Божьим, жил Евангелем и думаю, надо же мне было вот вляпаться, думаю, в эту похабщину, в эту пошлость, в этот оккультизм, думаю, надо же, я себя ругал просто-напросто за это, но это было все переживание 96-го года, и знаете, друзья, и вот, и когда, я еще когда вышел даже, конечно, я размышлял, думал, что я самый умный, что ли, может быть, я ошибаюсь, может быть, на самом деле, пора на читки какие-то ездить уже с танцем, и так получилось, что когда вышел, и когда мои вчерашние друзья, коллеги, да, священнослужители стали вот так вести себя, присылать уголовников, стали запугивать меня, стали, значит, угрожать моим детям, значит, жизни детей и жены, и когда потом все это произошло с женой, значит, знаете ли, это трагедия, на нервах все это было столько, и жена переживала, переживали все это от нервов, все это произошло такое, и потом ко мне бандиты приезжали прямо в дом, значит, и там ихний главарь, как бы, он сказал, что батюшка, ваши же коллеги вас и заказали, но вот мои люди посмотрели за вами эти дни, понаблюдали, видят, видят, что вы человек верующий, как бы, у них тоже, оказывается, у бандитов тоже свои есть, какие-то принципы, вот эти вот верующие, неверующие батюшки, оказывается, они это понимают, оказывается, вот, и мои люди, ну, под наблюдали, говорит, и видят, что вы верующие, и не захотели, ну, убивать вас, как бы, значит, или как он там сказал, ну, короче, убить вас, вот, и, хотя деньги взяли за заказ этот, что меня должны были убить за деньги, да, значит, но, вот, вот, от нашей епархии, от нашего священнослужителя, епископа, но, но, значит, решили не исполнять этот заказ, будем так говорить, вот, потом даже эти бандиты же, как оказалось, мне даже финансово помогли тогда, вот, представляете, даже не знаю, где найдешь, где потеряешь, на самом деле, вот, вчерашние, ну, даже, даже не знаю, жизнь такая штука, что, вот, чем больше живешь, тем больше вопросов возникает вообще, к этой жизни, и вообще, тем больше не понимаешь, что жить, я знаю одно, что в этой жизни, самое главное, это любовь, это я знаю одно, это, за 50 лет своей жизни, я это освоил, и осваиваю все больше и больше, глубже и глубже, так вот, и тогда, вот, в 96-м году, когда вот это все происходило, после разговора с врачом, я пошел на рабочее место, ну, в дом молитвенный, вот, и, мне нравилось, по вечерам приходить, когда вот, уже, ну, охранять дом молитвенный, там было, как раз, вечернее собрание, обычно, под конец я попадал, вот, ну, да, даже полностью, вечернее собрание было там, там бабушки, в основном дедушки были, вот, такая церковь такая, мне она нравилась очень, они пели, как в православном храме тоже, ну, только на русском языке, не на славянском, вот, они, ну, были добрые люди, слава Богу, вот, и, вот, знаете, спасибо тебе, Господь, и некоторые песни мне очень сильно запали в душу, когда, до сих пор мой самый любимый псалом, первый самый, который я слышал в этом доме молитвеном, любовь Христа, любовь Христа безмерно велика, начала нет и льется, как река, и как волна лапзает берега, и глубока, и глубока, светла и широка, и если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить. Приди скорей, скорей тебя он ждет, давно стоит у каменных ворот, стучит к тебе, открой уже пора, прими любовь без злато серебра. и если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить. Он возлюбил тебя, меня давно, Он возлюбил и тех, кто лишь одно, твердили нет и поднимали смех, а Он с любовью призывает всех. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить. О, если б знал живущий на земле, любовь Христа лишь ею дышат все. И если б Бог любовь отнял на миг, то этот мир давно б уже погиб, и если б не было любви, любви Христа мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить. Это самая первая песня неправославная, протестантская, которую я слышал в своей жизни, будучи традиционно еще православным священником. Первый раз побывав, у них там нравились другие песни. И я помню тот вечер, люди ушли, я закрыл дом молитвенной изнутри. Вот. Ночью должен был сторожить. Я был плохим сторожем, часто спал. Ну, слава Богу, Бог хранил от происшествий всяких напастей. Вот. И в тот раз я уснул. Я даже не помню, как уснул. Просто не помню. Я, значит, помню, что зашел в класс, там, в воскресное, где у них там занятия, школы. Вот. Там эти столы. Я присел на этот стол. Я помню, что мне не хотелось славить Бога. Я очень люблю свою жену. Были мысли такие шальные вообще. Думаю, если с ней что-то случится, если она не выживет, я стану с детьми один, то я просто возьму ружье и пойду к тому священнику. Я не думал убивать его, просто попугать. Ну, я понял, это мысли были из ада, это мысли были шальные. Я потом от греха подальше продал это ружье. Вообще, кстати, деньги нужны были как раз. Выручила ружье тогда мне. Вот. И... Вот. И... Хотя я на охоту и не ходил, собирался все, так и из меня охотник никакой не получился. Вот. Вот. И... Я понял, ни к чему мне это. Я человек-пацифист по натуре своей. Вот. И мне это ни к чему, слава Богу. Вот. Тот священник как раз, который всю эту компанию организовал, он очень любил оружие, с собой все время носил оружие и такой... Ну, мафиозный был такой священник. Метрофорная паротерия, благочита там и прочее, прочее. Со всеми наградами. И знаете, ну, такой еще советский такой благочита типичный. Под погоной... Под погоной... Под рясой погоной, будет так говорить, носил. Ой, как Тальков пел еще. И знаете, друзья, и вот... Ну, тут есть такие священники, есть такой тип священников, я их часто встречал тогда, к сожалению, которые Бога не боялись и не веровали даже в Него и людей не стыдились. Вот. Есть священники такие, которые Бога не боятся, как бы, ну, хотя бы людей стыдятся, хотя бы эти... Есть такие, которым все равно, которые даже к мэру ногами дверь открывают в кабинет. Вот. Вот. Ну, как бы это ладно, это другое дело. Вот. И тем вечером мне не хотелось молиться, благодарить Бога. Я поймал себя на этой мысли, и мне стало страшно не по себе. Я стал петь псалом один. Он стал петь псалом через «не могу», через «не хочу». Я стал петь этот псалом, вот этот... Славьте Бога, славьте в песнопениях, Славьте, славьте жизнью всей своей. В стройном пенье, в радостном хваленье, Средь мучений и среди скорбей. Славьте Бога, славьте вы Бога, Славьте всей душой, Нас Он спас собой. Славьте Бога, славьте вы Бога, Слава вечная Ему, Славьте Бога каждое мгновенье. Я пел псалом первый раз, второй раз без чувств, Но просто через «не могу», через «не хочу» переступил через себя. Потом пришли чувства какие-то, Как в псалме говорится, Душа славь Господа. Порой душу надо раскачать, Порой душу надо заставить. Порой душа человеческая, она не хочет этого делать, То, что нужно, а хочет то, что не нужно. И поэтому порой Душу надо направить, Вот наши эмоции, наши переживания все, Вientosе русло, в правильное, в мирное русло. Поэтому если что-то там, значит, Душа в неправильное русло, Надо переправить ее духом И Духам направить ее в правильное русло. Наши эмоции, наше чувство, Переживания все, мысли. И я направил это в словословие Богу. И вот буквально третий, четвертый раз, не помню какой уже, я пел, повторял одну и ту же песню, мне она как-то тогда запомнилась. А, как раз и вечером они пели это на служение. Я застал там кусочек, фрагмент вечернего собрания у 50-ников и в доме молитвенном. И я пел это псалом, пел, пел, и потом пришли чувства, потом пришло понимание, что мне есть всегда за что Бога славить, за все, за все, Бога благодарю, за все, за все. Славил, славил, и не помню, как я уснул. Я проснулся, когда я захлебывался от слез, я лежал на этой партии, я просто уснул. Просто во время пения я уснул, забылся сном. И знаете ли, ну, просто эмоционально я был тогда уже измотан, честно говоря, очень сильно, чрезвычайно. И может это повлияло. Но я верю, это было божьим промыслом. Потому что когда уснул, знаете ли, я видел сон, один из самых таких таинственных слов, которые я видел в своей жизни. И то было от Господня Духа сновидение. И я видел во сне смерть одного из священнослужителей православных, как раз вот того, который хотел и меня убить, и жену, и детей, и, в общем-то, такой религиозный, мафиозный такой товарищ. И, знаете, видел во сне, я понимал, что это картинка из будущего, что он еще живой на самом деле. Я видел, как он умер. Я видел, значит, ну, не сам процесс, а вот я знал, как он умер. И его тело нашли, значит, на постели его, значит, там было так, что некоторое время не было никого вокруг него, вот, людей, значит. Но когда нашли, уже тело было с элементами, с признаками разложения, вот, ярко выраженными. И, знаете, и думаю, а я думаю во сне, зачем мне это видеть вообще, для чего мне это все. И потом, а там интересно, там вот тот человек или ангел, кто там, не знаю, водил меня во сне, поэтому, ну, вследником, во всем таком великом. Он водил меня, и там прямо сквозь стены все, там все видишь, все понимаешь. И там люди, как бы, отмотало еще вперед, как бы, время. Время, это же тоже творение Божье. Машина времени, это так, ерунда. На самом деле, время, это тоже творение Божье, и Бог наш, просто-напросто, вне времени. Вот. И, как бы, отмоталось время еще вперед, чуть-чуть. И я видел, как люди узнали уже, многие, что батюшка умер, значит, и священник говорит. И кто-то даже, так, злорадствовал, к сожалению, да, были такие, там, люди в этом сновидении. Кто-то переживал, даже плакал, значит, потому что, ну, все-таки, ну, священник, знали, там, да, такой непутевый, но, ну, священник, ведь, значит, и было же доброе, что-то в нем. И, знаете ли, вот, а потом я не понял, зачем я это все думаю видеть, и это мне все зачем, для чего, я не понимал во сне, у меня были вопросы, зачем, для чего все это. И вдруг, то, что я увидел, меня шокировало просто-просто, просто шокировало. Это было невыносимо. Знаете ли, как будто бы ливень начался, но это был не ливень воды, это был ливень слез. Небо плакало, небо рыдало просто. Увидел другую картину, уже картину не земного бытия, а вот другого, других измерений, будем так говорить. Небо плакало об одном грешнике, не покаявшемся, об одном человеке, об этой душе. Небо, все небо плакало об этой душе, которая ушла с этой земли, не пережив божественной любви в своей жизни. Хотя ему, как говорит, сам Бог видел, потому что, ну, даже его работа была связана непосредственно, все эти десятилетия была связана именно с Богом, с верой, с любовью. Вот, порой не поймешь, порой люди топчутся на пороги и не входят, а порой люди за тысячи верст и один шаг и все. Порой хрестоматийные грешники от отбита выброс, глядишь, и познал Божью любовь. А порой люди всю жизнь в церкви выросли на церковной стамье, как говорится, да, с молоком матери, все от малых ногтей верующие, и так не познали божественной любви. Вот здесь не помешь, здесь настолько все запутанно, по-человечески непонятно. Хотя есть логика своей, понимание божественное. Когда оказываешься в божественном пространстве, будем так говорить, в более реальном мире, не в этом реальном мире, да, физическом, а в более реальном божественном мире, там все понятно. Потому что все имеет там, ну, свой смысл. Здесь на земле порой это, кажется, бессмыслица. Вот, и во время даже земного бытия, да, Иисуса, возле него были люди, ну, далеко не, как бы, порой идеальные, далеко, далеко. Вот даже люди многие набожно религиозные, это, ну, притыкались, то есть Иисус даже, ну, давал повод к соблазнам, получается, для этих людей так, так вот выглядело все это со стороны. Потому что, понимаете, ел с грешниками, с мотарями, там, значит, там, ну, со всякими рода, порой даже отбросами, как говорят общества. Вот, а люди порядочные, знаете ли, он на них часто гневался, там, ну, обличал их, там, значит, как бы, люди религиозные, старающиеся исполнять закон, заповеди, да, Господь на них, там, обрушил порой такую критику такую, что ее и говорил горе им, вот, и за два тысячелетия ничего не изменилось фактически. Да, все эти годы, все это время бытия нашего, 5778 год уже заканчивается, о сотворении мира. Ну, не об этом сейчас я, а о том сновидении. И небо, просто небо все рыдало. Я во сне увидел картину, знаете, вот это как вот в Писаниях говорится, что об одном грешнике кающемся все небо радуется, да, ангелы радуются Божьи. Вот, а я видел другую картину, другую правду, другую правду, другую, обратную сторону медали. Об одной душе грешника, об одной душе человеческой, которая не пережила Божественную Любовь. Если о душе, которая пережила Божественную Любовь, все небо радуется, ликует, славословит Бога, то об одной душе, которая не пережила Божественной Любви и ушла с этой земли, так и не пережив встречи с Господом, все небо плачет, рыдает. И это была такая боль невыносимая. Во сне я плакал, я рыдал за этого человека. Во сне же я понимал, что то, что я вижу, это картинка из будущего, это другого времени, не в котором я сейчас живу, не в котором я сейчас сплю непосредственно. Я не понимал, что сплю на видение, но это сновидение было. И я понимал, что он еще живой, этот человек, в моем времени. У меня было понимание четкое, и я просто вопил к Богу. Я даже такие вещи говорил, уму непостижимые человечеству. Вещи, что даже меня забудь, пожалуйста, Бог, но его спаси, пожалуйста. Его спаси, пожалуйста. Меня забудь, но его спаси. Меня забудь насовсем вообще. Как будто меня и не было. Я не мог терпеть этой боли, которую он чувствует. Я понимал же во сне, что при том, я понимал еще такую вещь. Сейчас я не могу это понять просто. Но тогда я понимал, что то, что я чувствую эту страшную боль, знаете, как будто сердце разрывается заживо, наживо. Вот тогда я понимал, что это лишь чуть-чуть совсем малость, чуть-чуть совсем из того, что Бог чувствует, из того, что Божье сердце разрывается сейчас. Я лишь совсем чуть-чуть чувствую это. И я просто проснулся от этого сна, проснулся, просто захлебывался, реально захлебывался от слез. Я молился такой молитвой. Знаете ли, это местописание, которое, наверное, одно из немногих местописаний, которое я не мог принять до конца, на все сто процентов, вот когда Павел говорит, что я желал бы быть отлученным от Христа, забрать их моих по плоти, родных мне по плоти, то есть израильтян. Одно из местописаний, которое я думал, ну это как бы, знаете ли, в таком поливическом красноречии, как бы ораторском, таком, как бывает у проповедников некоторых, ну заговорился человек. Вот как бы это, он написал послание, ну как бы здесь он перегнул палку, как бы перегибает. Вот, я полагал, что на самом деле, глубоко внутри Павел не имел желания быть отреченным от Христа. Вот, я понимал так, что он, как бы, вроде говорил тогда и даже полагал, что так он желает, но глубоко внутри, я был не согласен. Глубоко внутри, я понимал, что внутри, даже если на 99% Павел и согласен был с тем своим посланием, но хотя бы 1% из 100, но внутри глубоко где-то, на уровне подсознания, его души где-то, он все-таки не желал быть отлученным от Христа за братьев своих, то есть израильтян, за Израиля, за евреев. Но после того сна я понял, Павел на все 100% это понимал, на все 100% он не шутил, он не лгал, даже на 1 из 100%. Божественная любовь, она такая, Божья любовь, она такая, она никакая другая, она именно такая любовь. Соприкасаясь с этой божественной любви, человек меняется. До того я не мог простить этого человека, священника. Нет, я прощал, конечно, я понимал, я должен прощать, я прощал, но потом там часы какие-то проходили, я опять вспоминал, дни проходили, я опять вспоминал, и опять вулкан просыпался, я понимал, что это не прощение, это ад. Одним словом описать ад, это не прощение. Хочешь испытать немного языки пламени ада, просто не прости, не прости человека, любого, неважно какого, грешника, праведника, неважно какого, далекого, близкого, просто не прости и поживи с этим хотя бы один день, с этим не прощением. Не дай Бог тебе уснуть с этим не прощением. Врагу не пожелаешь, это очень страшно. И знаете, человек, знающий, что такое не прощение, даже если это один день, уже испытал языки пламени ада. Он знает хотя бы чуть-чуть, один из миллиона процента, но знает, что такое ад. И наоборот, если хочешь испытать рай, рай, что такое рай, прости, дальнего или ближнего, неважно опять-таки, родного, неродного человека тебе, неважно, прости, годного, негодного. И человек, переживший прощение, прощающий, он испытывает, неважно, верующий, неверующий, он испытывает вдохновение, вдохновение рая. Он уже наслаждается чуть-чуть, одним из миллионов процентов, но это райское. Потому что ад – это место непрощения, и где непрощенные, и непростившие. Рай – это место прощения, место непрощенные, и где простившие. Ох, слава Богу, что людям возрожденным, не надо сильно напрягаться прощать, людям возрожденным есть к кому обращаться, к тому, кто простил всех нас. И у Него есть прощение для всех нас. И надо лишь принять это прощение. И человек, переживший прощение, он действительно может прощать, когда этим прощением всех и всяк. Наш Учитель, Господь наш, Он даже на кресте прощал своих убийц. И мы это знаем. И многие из нас это знают не по наслышке, не просто по прочитанному в Библии. Многие из нас это знают, как Рэм, откровение внутри себя самого, внутри своего естества. Да, друзья. Но перейдем к хлебопрепомлению, к причастию. Я лишь перед причастием скажу следующее. Что после того сновидения, еще несколько дней, жена была в таком же критическом, между жизнью и смертью в больнице. Все было внешне так же плохо. Но я молился за того священника. Я не мог даже молиться. Я молился за жену, за детей, за все, за свое будущее, служение. Ну, вообще, где я буду, вообще не знал. Можешь, думаю, стать протестантом. Думаю, под шумок как раз. Я как раз уже и вышел из РПЦ. Думаю, может, я как раз под шумок и так безболезненно смогу стать каким-то протестантом. Либо писятником, либо харизматом, либо баптистом, либо адвентистом. У меня были друзья, товарищи во всех этих конфессиях, динаминациях. И мне нравилось и там, и там, и там, и там служение очень нравилось. Я так в те дни как раз размышлял. Можешь, думаю, все-таки, ну, как раз пользуюсь моментом. Думаю, сейчас привнуть какое-то общение и влиться в коллектив. Но из-за того, что у меня друзья были с разных общин, как бы, а мне все они нравились. Но они между собой не общались, эти церкви, как бы, я думаю, если я принято к этой, то и с теми не смогу общаться. Так вот уже по доброй совести уже. А я хотел общаться со всеми этими людьми. Думаю, нет, останусь православным, думаю. Думаю, шило нам было менять. И вообще, как бы, от переменами слагаемая сумма не изменяется. Вообще, религиозная система, это и есть религиозная система. Она всегда гнилая, паршивая, любая. Неважно, протестантская, православная, католическая. Вот. И, в общем-то, поэтому главное быть человеком Божьим. Неважно, какой-то системы, в какой-то конфессии, в геноминации, в нединаминационной человеке и прочее. Потом Бог исцелил мою жену. Не было денег на лечение, ни копейки. Нужно было дорогостоящим лечением. Бог бесплатно исцелил мою жену. Она поправилась, резко стала поправляться. Ее выписали. Сагинор, тот врач, что там вышел, он просто разводил руками. Это не может быть. Просто невероятно. Вообще, нужна была искусственная почка. Ну, это вот аппараты там. Нужны были там другие-то аппараты. Все исцелилось вообще. Все. Она полностью была исцелена. Вот. Потом пришли финансы, порой с неожиданных мест, в том числе от бандитов. Вот. Значит, и которые должны были меня убить. Вот. Значит, и мы переехали с того места вообще. Выехали. Потом оказались в Украине уже в 97-м году. Вот. Я, конечно, даже сейчас, даже гонителям себя, даже благодарен в чем-то. Потому что, в чем, потому что я знаю, что через них Бог меня привел сюда, в Украину. Иначе я бы никогда не догадался бы переехать в Украину вообще. Вот. Поэтому порой гонения, они непонятны во всем для нас. Но когда проходит время, потом благодаришь Бога, что так произошло все. Спасибо тебе, Господь, за все. Вот. И этот момент дал прощение и любовь к людям в рясах с крестами на груди и по ноге ими. К моим убийцам, тем, кто хотели меня убить, дал им любовь гонителям, хулителям. До сих пор гонения продолжаются. Здесь, в Украине, свободно. Но когда в России тружусь я, то там постоянные аресты, допросы. Был суд. Меня судили, как религиозного экстремиста. Присудили штраф за проповедь Евангелия, за проповедь Слово Божьего. Ничего больше. Вот. Конечно, для меня это счастье, быть судимым за Слово Божье. Потому что там при допросах, при запугиваниях милиционеры пугали, что подбросят наркотики и будут судить меня за какие-то такие гадости. А потом перед своими братьями, перед церквями и не отбрежешься, не отмажешься никогда. Но я благодарю Бога, что до этой подлости не дошло дело. И Бог сохранил, и судили меня все-таки за Слово Божье, именно за проповедь Евангелия. Благодарю Бога за эту честь. Потому что пострадать, как вор, посягающий на чужое, или наркодилер, или как-то еще, это не достойно христианина. Хотя и это поношение верующие терпят, и в России сейчас терпят, и в других странах многих терпят. Вот такое поношение. Но, видимо, и честь Бог мне оказал, что, по крайней мере, первая моя судимость была за Слово Божье. Спасибо тебе, Господи. В это же самое время, кстати, вот, да, получается, да, был и арест, и потом допросы, и потом, значит, суд был. В Петербурге меня судили. Вот, и, знаете ли, но скажу следующее. Божья любовь, она человеческому уму, и в этой реальности она непонятна до конца. Она понятна лишь, когда мы соприкасаемся с божественной реальностью, она становится понятной более нам. Но когда мы входим в эту реальность божественную, в эти божественные измерения, более реальную реальность, она действительно понятна нам тогда. Слава Богу. Да, друзья, сейчас...